Вечная память об 20 тысячах загинувших мирных грамадянах. Сегодня у Калинковицком районе на месте блога канцлагера Азарыча прошла акция «Смутку», просвеченная черговой годовине вызволения вязняв от фашистских захопников. У митингу, проведенным областным отделением Белорусского фонда «Миру», приняла удел Марина Джалая. Оглашают пусть наши леса, только птиц и детей голоса, и пусть мирно проходят года, пусть не будет войны никогда. Азарычские лагеры смерти были створены на початку соковика 44-го года в былом Дамановицком районе. Азарыч это территории Калинковицкого, Светлогорского и Октябрьского районов. Сюда фашисты согнали около 50 тысяч мирных грамадян, детей, женщин и старых. Вязню трюмали на заболоченной мясцовости, обнесенной колючим дротом. Подходы до лагера заминировали. Люди спали на голой земле. Их марили голодом, не дозволяли разводить огонь. Серед вязнях гитлеровцы разместили хворых на тыв. За 10 дней на иснование лагеру смерти от хвороб, голоду и холоду тут загинуло около 20 тысяч человек. 19-го соковика советские войски вызвали Азарычские лагеры. Вырытывали больше 30 тысяч человек. За их Амальпалова – дети. Потом пришли наши освободители, освободили нас. Я уже не шла, не могла идти. Меня уже выносили тропинки, тропинки выносили. Потом я тяжело переболела тифом. Но я выжила, детка выжила. И благодаря Богу, Господу Богу, для меня вот этот самый день освобождения – это мой день моего рождения. Усперимать життя, як дар, триматься за его, знаходить радость в каждом моменте своего основания. Быть ширыми и достойными людьми. Глядеть только на перад, але у глубине души нести смуток. Абтых, чие життя завершились тут – у лагеры смерти. Абгэтым, заменяючи один одного, разважали на митингу былые вязни, представники духовенства, улады, громадских организаций. Молодь. 19 марта – это действительно очень скорбный день. В Азарищах всегда проходят памятные мероприятия. И мы из года в год сюда привозим большой миротворческий актив. И в первую очередь молодежь. Для того, чтобы они сегодня вместе с узниками почтили память тысячи людей, погибших здесь. Мы сегодня должны прожить все усилия и создать все условия, чтобы не повторилось такое, что каждая человеческая жизнь – это дорого. После митинга у денники акции накировались в музее Азарицкого канцлагера. Тут еще разу сгадали самые жудостные моменты тих соковицких день. Наша здымочная бригада, до речи, звернула увагу на девчонку, якая широ и зацикавленно разглядала каждый экспонат и вельми проникненно и эмоционально выказывала свои почутки одубаченного. Оказывается, она приехала на митинг из дядулей Сажлобина. Мы очень уважаем тех людей, которые смогли пережить весь этот ужас. И это просто страшно. Такое не должно вообще повториться. Самое наполненно страшное – это бачить покуты детей, назирать и не сдолить до помахчим. У канцлагеры на свет з'явилось шмат немаулят. З их выжило только одно дитя. Остальные загинули. Любите оберегать своих детей, близких, сябров. Это то, что мы можем делать каждый день в память об тех, кто был позбавлены такой махчимости. Об этом же у интервью каже еще одна наша суразмолца. В каком возрасте они попали в этот лагерь? Это можно прийти домой, посмотреть на своего младшего брата либо сестру, которому 5 лет, и просто на секундочку об этом задуматься. Это ужас. Это такой ужас, что это очень влияет на мировоззрение молодежи. Хвилина мавчанья, якая была обвешена под час жалобного митингу, это момент великого смутка для каждого человека, момент глубоких разваг и духовного очищения. Такие хвилины треба объявлять у своих душах каждому человеку, как мага частей. Память минуле, как в зберах, чы будучее. Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерадиокампания «Гомелес» Калинковицкого района.